Сегодня не только день милиции, не только 40 лет с момента ухода из жизни генерального секретаря Леонидовича Брежнева, сегодня еще и очередной день рождения Михаила Олеговича Ефремова. Признаюсь, я не сам об этом вспомнил, увидел в ВКонтакте записи Ларисы Боровицкой, когда она рассказывала, как у нее в «Маяке», это клуб богемный, который она в свое время создала в Москве. Миша в нетрезвом виде любил читать стихи, если кто-то в зале отвлекался, был невнимателен, то он мог схлопотать от Михаила Олеговича чем-то тяжелым храненым стаканом или пепельницей. Но, как отмечает Лариса, это не мешало Мишу любить. Его воспринимали таким, каким он есть. Я совершенно уверен, что после освобождения, надеюсь, что оно состоится все-таки раньше, чем предписано судом, Миша станет другим. Что-то не может не измениться. Не в том смысле, что он пить перестанет. Хотя, конечно, в его случае это очень-очень существенный аспект. Но просто пересмотрит очень многие свои взгляды. Я знаю, что я подставляю, что я сейчас опять получу дизлайки и люлей от хейтеров. Ефремовских, но свое мнение менять не намерен. Про спорт мы говорили. Я знаю, что дети некоторые увлекаются. Да, Борька играет в футбол и здесь играет. И вот сейчас в Латвии там есть такая команда Спартак-Юрмова. У них есть детские такие школы, где играют местные и дачники. Вот он входит в команду дачников. А видите в них вообще себя того возраста? То есть во многом они повторяют? Это хулиганы, если коротко? Я про мальчиков. Говорят хулиганы, да? Нет. Нет? Ну как сказать хулиган? Когда ты хулиган, когда нет. Я тоже не был все время хулиганом. Просто когда хулиганишь, это больше отпечатывается в памяти общества.